Ииии всем привет ребят, с вами мастер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Это игровой видеоролик, который посвящен новым устройствам. Продолжаем тестирование новых устройств адреналина. Сегодня у нас на тесте смока, хоре смока с устройством адреналина. Сыграем две катки, две катки записаны в записи, к сожалению или к счастью не знаю. Я попытался выложиться по максимуму, решил отнестись более серьезно к игре, попытаться выжить максимум. Ну и сейчас все это дело прокомментирую, расскажу свою точку зрения по этому всему поводу. Расскажу, что я вообще думаю по поводу данной смоки. Если вам заходят игровые видеоролики, ну и вы хотите вообще продолжение видосов по адреналинам, то есть это уже у нас получается второй тест пушки, то давайте проявим такую же нереальнейшую крутую активность, как и под предыдущим видеороликом с адреналином. Наберем больше 150 лайков и запишем следующую часть с новой уже пушкой, с этим замечательным устройством адреналина. Почему именно смока? Почему именно ее я захотел сегодня потестировать? Ответ, наверное, прост. Это, наверное, одна из тех пушек, которую я не считал за ту, которая может нагибать с данным устройством, потому что, как вы знаете, сейчас смока очень интересно смотрится с двумя устройствами, а именно с автопушкой и с поджогом, да, то есть поэтому мне захотелось посмотреть вообще на что способна смока с адреналином, думаю, стоит ли вообще, например, брать данное устройство и жертвовать той самой крутой быстростреляющей смокой-автопушкой, либо же смокой с поджогом, который выдает отличнейший крит и уносит дополнительно, если я не ошибаюсь, где-то около 1000 хп противнику. Поэтому сегодня затестил, посмотрел и уже сейчас могу сказать, что я остался доволен. Очень хорошо работает смока с данным замечательным, интереснейшим устройством. Сыграли здесь две катки. Первая катка ТДМочка, вторая была ЦПшка, тоже там такая турбо-выигрышная, очень простая, ничего там сложного не было. Но, в общем и целом, замечал очень много интересных таймингов для себя. Понятное дело, что пушка не наносит постоянно одинаковое количество урона, поэтому четкого распределения, сколько там дополнительного урона у нас имеется, когда хпшка начинает летать, я не могу сказать. Но моментами я замечал, что есть в этом плюс, есть определенная выгода. И поиграл на смоке, ну, относительно, можно сказать, без устройств, да, как бы на этой смоке я не играл давно. Я постоянно использовал какие-то устройства, то есть менялась либо скорость стрельбы пушки, либо менялся, то есть эффект крита, а тут, по сути, обычная смока, только имеет дополнительный урон, если у вас, как бы, спадает хпшка. Для всех тех, кто не знает вообще, в чем свойство у данного интересного устройства адреналин. Если у вас... Короче, чем меньше у вас хп, тем больше у вас урон с любой пушкой имеется. И стандартные, можно так сказать, свойства данной пушки мне всегда нравились. Да, понятное дело, что если играть вообще без никаких устройств, то это будет фигня. А вот если использовать, как здесь, данную пушку с устройством, которое повышает урон, когда у вас не такое большое количество хп, это работает максимально круто и интересно, как минимум. Сказать сложно, да, какая из пушек, да, с каким устройством наберет больше очков, больше опыта, да. Я, ну, наверное, скажу, что примерно будет что-то равное, что-то равное. Только меняется сама схема игры, сама механика и то, как вы будете вообще передвигаться по карте. То есть, если вы будете играть с автопушкой, вы будете там стоять на какой-то определенной позиции, кидать можно больше-больше урона по противнику, да, либо вы будете там играть с поджогом, то есть, выдали там крит, забили на танк, бьете следующего. Здесь механика немножко по-другому работает, то есть, вы наносите статичное, ну, наверное, не совсем правильно сказать статичное, но ладно. Пусть будет статичное количество урона, без каких-то дополнительных новых эффектов, но урон у вас с определенными таймингами, да, с тем, если у вас там наносит урон по противнику побольше, да, то есть, вы потом уже за счет этого отыгрываете, как-то что-то придумываете. Я старался моментами даже специально не прожимать аптечки, дабы нанести как можно больше урона, и вам того советую, да, и скажу еще один немаловажный фактор про адреналин, это то, что данное устройство экономит вам довольно большое количество все же аптечек. То есть, зачастую вы не прожимаете аптеку, отлично понимая то, что, когда у вас мало хп, вы наносите больше урона. Соответственно, в каких-то моментах вы катаете, 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 потом хоп, аптечку уже не успели прожать, соответственно, вы ее сэкономите, да, если бы, например, в этом моменте бы сейчас быстро выпадал, выражал бы тут аптеку, я бы не смог бы наносить быстрое большое количество урона. Ну и, соответственно, я тут ушел уже на респ, но там и эффект устройства, ой, эффект, я говорю, овердрайва моего, да, там уже подходил к концу, и поэтому можно было легко уходить на респ и ни в чем себе, по сути, не отказывать. Тайминги ловятся довольно-таки прекрасно, к этому просто надо больше привыкать, больше смотреть на свое количество здоровья, потому что именно на это нужно делать акценты, если вы хотите наносить как можно больше урона, да, и у вас будет встречаться как можно меньше моментов с лишними смоками, то есть, например, у вас хп будет меньше половины, да, и у вас не будет таких вот таймингов, как, например, сейчас у викинга магнума осталось там 0 хп, да, то есть, ну, ладно, у него там дополнительно был дрон, но если исключить тот дрон, то, по сути, у вас не будет таких ситуаций, что у вас будет оставаться там 0 хп противник, вы будете его просто сливать за счет того, что у вас, когда небольшое количество хп, урон просто больше, и работает это максимально круто и эффективно. Катка потихонечку тут уже подходит к концу, она не заканчивалась у нас досрочно, здесь против были и вулканы, по опыту, если посмотреть соотношение, то у меня практически в два раза больше очков, нежели у моих тиммейтов, сказать, что это за счет смоки четко я не могу, но если уж я сумел в данной ТДМке набрать настолько больше количества опыта, то, соответственно, и моя игра более была грамотная, и использование данного устройства тоже имеет смысл быть, эффективность присутствует, но и на том же там вулкане, Жиге, понятное дело, что я мог бы тоже набить там эти первые места, и спокойнейшим образом также отлично и эффективно закончить бои. Здесь больше идет акцент исключительно на новый геймплей и новую определенную механику вооружения, с которой мы раньше до этого вообще не сталкивались, все-таки это новое устройство, которое в боях у нас встречается сейчас довольно-довольно редко, и поэтому нужно испытывать это все максимально грамотно, максимально, наверное, уделять даже не только внимание, но и время этому, да, понятное дело, что я тут за два боя особо много ничего не увидел, и особо ни к чему большому не привык, но определенные выводы и тайминги для себя тоже нашел, и определенно что-то уже для меня проясняется потихоньку, и я отлично сейчас понимаю, что смаку с данным устройством можно спокойнейшим образом использовать в любой матчмейкинговой битве. Это меняет интерес к данной пушке для меня так точно, то есть я, например, там с той же автопушкой или с поджогом уже наигрался, и для меня, когда появляется что-то новое и интересное, при том, что оно еще и дает вам дополнительно набирать опыт и очки в боях, да, то это смотрится вообще просто великолепно, и сейчас даже вот на платошке, как вы видите, за минуту мы уже тут довольно неплохо начинаем вести, я отыгрываю от той позиции, от которой могу нанести как можно больше урона, то есть по мне накидывают урон, я живу, и за счет этого там уже постоянно-постоянно пытаюсь накидывать. Единственное, что мне сейчас на данный период не нравится с данным устройством, это то, что до сих пор нету никакой информации у нас на Википедии танков, то есть я бы хотел вообще посмотреть, есть ли у этого устройства вообще какие-то минусы, да, вообще полноценные свойства, на сколько процентов повышается урон у той или иной пушки, потому что я уверен, что на каждой пушке не имеется определенный, да, вот четкий процент, сколько повышается урон. Мне вот эти моменты очень сильно интересны, и вообще есть ли какие-то минусы. На данный период времени я уверен практически на 100%, что минусов у этого устройства просто нет, да, то есть, грубо говоря, если вы имеете пушку без устройства, то когда вы берете это устройство, вы имеете только плюс, только плюс, то есть вот у вас стоковая, грубо говоря, пушка, плюс это устройство дает дополнительно, только дополнительно, то есть оно не ухудшает никакие параметры, да, то есть если у нас там есть устройства, которые что-то там фиксит, например, там на вулкане, поворот башни становится лучше, но зато у вас углы хуже, То здесь у тебя не меняется вообще сама пушка и ее механика абсолютно никак Только имеется дополнительный плюс к урону В зависимости от того, сколько хп у тебя имеется И мне этот момент, безусловно, очень сильно радует Что можно что-то менять Можно что-то новое придумывать Что-то новое использовать И то, что оно еще дополнительно эффективно работает Меня, конечно, не может не радовать Докатываем мы вторую катку Так же эффективно, так же круто Сегодня у нас получились довольно быстрые Ну, первая там почти до конца катка была Вторая довольно быстрая Все получилось, мне все определенно понравилось И я на вашем бы месте, если в дальнейшем появится данное устройство в гараже за кристаллы Я бы вам посоветовал бы его приобрести и начать тестировать Я точно уверен, что для себя я данное устройство точно куплю себе на основной аккаунт Буду с ним играть, буду его тестить, буду на него смотреть И вам того желаю Ну, а на этом обзор полноценной смоки Ну, я не знаю, что здесь можно было бы еще добавлять Я считаю, полноценно сделан Да, если вам понравился данный видеоролик То не забывайте прожимать лайк Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик Дабы ничего не пропускать Пишите в комментарии под данный видеоролик Какую пушку, какой тест, да, вы хотите с адреналином следующий Если вам вся эта тема нравится Если у нас активность будет, да, луксы будет набираться В комментариях вы напишите, что вы хотите посмотреть То, безусловно, мы выберем, запишем На другом уже интересном вооружении С адреналином, с другой пушкой Замечательный видеоролик У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok